Пришло время узнать, как создаются легенды в научной фантастике, так что добро пожаловать в лабораторию параллельной вселенной. И сегодня мы рассмотрим поближе творчество Олафа Степландона, британского футуролога и писателя, известного своими работами в области научной фантастики, создавшей свои выдающиеся произведения еще в начале 20 века. Его стиль письма отличается сложностью и детализацией, а проза богата и поэтична. Благодаря этому он умел рисовать такие грандиозные и полные жизни картины, что они захватывали сознание читателя, заставляя его задуматься о необъяснимости вселенной. Автор был не просто писателем, он был философом и мечтателем, жившим в своем фантастическом мире. Например, роман «Создатель звезд» предстает масштабным творением в виде межгалактической саги. Перед читателем проносится множество различных миров, описываются жизненные циклы планет, звезд, галактик, туманностей, всего нашего космоса и, наконец, самого создателя звезд и вереницы его творений. Это история безымянного героя, который неожиданно обнаруживает, что его сознание дрейфует во вселенной. Он быстро понимает, что может перемещаться во времени и пространстве, и вскоре учится управлять своим полетом. Рассказчик обнаруживает вид существ, похожих на людей, со схожей жизнью и проблемами, и ему удается привязаться к одному из них. Вскоре оба они учатся покидать свои тела и путешествовать вместе. Постепенно они формируют групповой разум, в который входят представители всех найденных ими разумных существ. Они понимают, что с помощью своего разума могут не только путешествовать быстрее света, но и перемещаются во времени вперед и назад. Такие перемещения дают возможность увидеть не только зарождение вселенной, но и ее эволюцию и кульминацию. Это позволяет им наблюдать за борьбой жизни в космосе. А борьба есть, поскольку мысленные путешествия странников поначалу приводят их только в миры, пережившие нечто вроде кризиса. Индустриальное общество приводит к классовым и национальным конфликтам. Научный прогресс подрывает старые духовные истины. Бушуют идеологии как индивидуализма, так и коллективизма. Рассказчик сообщает о различных планетах полных разнообразных форм жизни, включая растения и большие разумные корабли, и о том, как они справляются с кризисами, очень похожими на те, что происходили в то время на Земле. Разум группы учится контактировать с более развитыми цивилизациями. В конце концов, лидирует среди них симбиотическая раса рыб и водных арахнидов, которые, похоже, хорошо разобрались как в технологической, так и в духовной игре. Их сознание очищено от привязанностей и отвлекающих факторов и осознают взаимосвязь вещей. После такого хочется проверить, на что способны наши рыбки в аквариуме. Так вот, на каждом уровне восхождения цивилизации есть свои подводные камни, технологическая катастрофа или соблазн межзвездной империи, что очень похоже на гипотезу великого фильтра, которую значительно позже высказал британский экономист и футуролог Робин Хэнсон. В итоге групповой разум становится свидетелем страшных войн, который заставляет просветленные цивилизации становиться воинственными. Как выясняется, даже звезды обладают разумом и яростно возражают против того, чтобы ими манипулировали планетарные власти, что едва не приводит к галактической катастрофе. Туманности также обладают разумом. Все имеют разум. Но прогресс технологий, в том числе телепатия, в конце концов избавляет от войны и приводит к галактической утопии. Только вот на каждую разумную расу, попавшую в галактическую утопию, приходится сотни других, приблизившихся к ней и погибшим. А миллионы других так и не смогли выйти за пределами своей планеты. Энергия на исходе, законы термодинамики делают свое дело. Все галактики космоса не смогут объединиться, выйдя на последний уровень. Энергия звезд иссякает, численность населения повсюду сокращается, пока наконец не становится слишком микроскопической, чтобы сохранить единство мирового разума. Постепенно ясность космического разума угасает, наконец он разрушается. И немногие оставшиеся миры доживают, пока полностью не истощатся необходимые для жизни запасы энергии и материи. Тогда жизнь во вселенной исчезает. Остается только безжизненная и все более остывающая материя. Но это вовсе не конец всему. В момент истинный космический разум постигает создателя звезд, некто создавший вселенную и наблюдающий за бедственным положением большей части своего творения, но не имеющий мотивацию вмешаться, чтобы исправить ситуацию. Далее вернувшись в человеческий облик, рассказчик осознает, что несмотря на свою ничтожную малость по сравнению с необъяснимым творением, он все же является его частью. Какую бы силу и возможность он не получил, чтобы не случилось, нужно все равно продолжать идти вперед. События нашей жизни могут возвышать нас. Но под всем этим мы все равно остаемся людьми, и это важнейшая часть нас. Рассказчик возвращается к своей собственной жизни и продолжает жить. Он знает, что произойдет с землей и нашим видом. Знает, что это не самая счастливая история, но все равно намерен сыграть в ней свою роль. Да, Олаф Степландон опередил свое время во многих технических вопросах. Влияние книги оказалось весьма обширным. Помимо того, что она повлияла на ряд известных авторов, она в какой-то степени ответственна за научно-фантастическую концепцию большого объекта, известного как сфера Дайсона. На самом деле в романе представлен целый ряд научных концепций и философских размышлений. Например, эволюция интеллекта. Здесь автор исследует идею эволюции за пределами Земли, представляя себе различные виды разумных инопланетян, каждый из которых обладает своими уникальными биологическими характеристиками. Идея Галактической Федерации, в которой есть космические поселения в виде искусственных полых планет, плоские пока не наблюдались. Есть и обычные планеты, которые используют в качестве межзвездных кораблей, движения в которых осуществляются направленными атомными взрывами. Концепция жидкостной ракеты с атомной боеголовкой, концепция ядерной войны с применением атомных ракет и межзвездные войны различных разумных цивилизаций, виртуальная реальность, колонизация галактик, существование планет в двойных звездных системах. Концепция параллельных миров на основе квантовой теории, фактически предсказана многомировая интерпретация Эверетта. Здесь есть некоторые идеи, которые стали гораздо чаще встречаться в более поздней научной фантастике. В частности, идея о том, что человечество и другие формы жизни движутся к некому групповому разуму, глобальному, галактическому или даже вселенскому сознанию, которое будет представлять собой своего рода утопию. Подобные идеи можно найти у Айзека Зимова в серии книг «Основание» и у Станислава Лема в «Солярисе». Но, пожалуй, одна из самых значительных метафизических идей в книге «Создатель звезд» – мощная творческая сила или богоподобная фигура, которая не просто создает, но постоянно экспериментирует и развивает вселенную. Все эти смелые и глубокие идеи помогли создателю звезд обрести популярность среди любителей подобного жанра. Эта книга, получившая признание критиков, представляет собой скорее философский трактат о науке, человеческой природе и создатель, чем традиционный роман. Описания и социально-философские рассуждения Степландона о галактических империях, симбиотических инопланетных формах жизни, генной инженерии, и перенаселения вдохновили в 1940-е и 50-е годы целый ряд писателей-фантастов, в том числе Артура Кларка. В заключение следует отметить, что роман Олафа «Создатель звезд» – это захватывающее исследование космических идей, в котором с легкостью переплетается глубокая философия и научная фантастика. Роман отличается от других произведений жанра не только амбициозным повествованием, пересекающие вселенные и тысячелетия, но и вдумчивым анализом цивилизации, сознания и природы бытия. Так что рекомендую к прочтению. Эта история заставляет задуматься, разрушает парадоксальные барьеры и дает стимул к расширению наших представлений о вселенной. Это больше, чем научная фантастика. Это трактат о существовании исследований потенциала, заложенного во Вселенной, и в конечном счете руководство к пониманию нашей космической незначительности и значимости одновременно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok